Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения, насколько это возможно в понедельник, в холодный зимний день 5 декабря. Сейчас, сейчас, сейчас напомню, самый несносный день в году сегодня. Господи. Олег Викторович, Александр Шунин вместе с вами. Ну и вот, слушайте, как меняются технологии. Когда-то вот стояли же огромные радиоприемники в каждом доме, слушали какие-то там оркестры, слушали концерты, телевизионные, в смысле, радиопередачи. Затем радио появилось в автомобилях. Сейчас вот, в принципе, мы получаем информацию, вот в большинстве случаев, из своего телефона. Тик-Ток завоевывает мир. И вот последним подсчетом топ-20 латвийских компаний и организация на канале Тик-Ток возглавляет компания ФАМ-3. И вот основатель компании ФАМ-3 Роман Ноздрин у нас на прямой связи. Здравствуйте, Роман. Доброе-доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, когда у Макареевича была песня «Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь». Вы создавали компанию где-то менее двух лет назад, и тогда это насколько воспринималось вот как что-то серьезное, что-то, возможно, приносящее деньги, но и ориентированное на успех? Да, когда мы создавали компанию примерно два года назад, я помню, даже, по-моему, вы тоже интервьюировали или ваше радио интервьюировало ребят. Да, был один из первых эфиров для них. Тогда это было больше как хобби, наверное, и было совсем другое понимание, как мы будем зарабатывать денежку. Это совсем не то, как это происходит на сегодняшний момент. Да, как-то так. Воспринимали просто какими-то нас дурачками, которые просто пришли, что-то там танцовали. Изначально мы танцевали, потом пробовали что-то новое, новое, новое. Сейчас мы уже далеко ушли от этого. Да, сейчас у нас в тренде более какие-то познавательные видео, которые больше приносят информации, важные информации для наших, даже не зрителей. Подписчиков. А что это за важная информация, кроме рекламных интеграций, в рамках которых вы рассказываете о товарах или услугах? Ну, первое у нас, первое, что мы делаем, это обзоры на все рестораны, новые, старые, на продукты в магазинах. Ставим свою независимую оценку, это первое. Второе у нас более 15 каналов, мы занимаемся, у нас есть как фан-три карта, все, что связано с машинами. Мы рассказываем все про машины, обзоры на машины, где лучше поменять резину, какие советы. Потом у нас есть фан-три ньюз, где мы рассказываем про новости, самые первые новости. Там выборы, политика, королева, Елизавета умерла, когда там делали про нее большой такой, ну, большой для нас на две минуты сюжет. Для нас это уже большой сюжет, длинный. Да, что у нас еще про музыку, у нас есть про мероприятия, у нас есть очень много каналов. Да, ребята, каждый занимается, каждый занимается своим каналом, которым мы ему по душе. Прости, то, что вы говорите, обзоры ресторанов, и клубов, и товаров, и автомобилей, и даже новости, это все вопрос экспертной оценки. Откуда появилось доверие? Вот вы сами, это ваши слова, вас воспринимали как, ну, не вас, а вот ребят с фан-три, воспринимали как неких дурачков. Откуда появилось вот это доверие к их мнению как к экспертному? Доверие появилось, наверное, первое, это цифры в ТикТоке, второе, это большие компании начали заходить в Латвию. Ну, пришлось, конечно, сначала по ним по всем побегать, сказать, что за этим будущее, потому что когда мы начинали, было 80 тысяч подписчиков примерно. На сегодняшний момент я насчитываю около 320 тысяч подписчиков, ну, мы как компания, потому что ТикТок не дает таких данных, в Латвии, да, они все вообще данные максимально скрывают, но мы видим по рекомендациям, когда наши видео набирают больше миллиона, то мы можем смотреть по процентам, которые просмотрены из Латвии. И то наши видео, да, примерно, если так посчитать, то это 320 тысяч, да, человек в Латвии на сегодняшний момент. Если смотреть на YouTube, ой, не на YouTube, на Facebook, Instagram, то там примерно миллион. Значит, еще рост в три раза может легко прирасти количество подписчиков, количество пользователей в ТикТок. А за счет кого? Какова география основная? Как вообще, вот латвийские ребята вышли на международный уровень? Не-не, я про латвийский, про латвийский говорю ТикТок. Это только в Латвии? В Латвии 320 тысяч пользователей, да, ТикТока на сегодняшний момент. А миллион на Facebook и Инстаграме. Ну, это примерно одно и то же самое, считаем. Компания Метта, да. Их миллион. То есть, а вот какая польза от пользователей за пределами Латвии? То есть, это, в принципе... Минимальная, минимальная. Изначально наша ошибка была, когда мы делали, когда мы создавали вообще нашу компанию. Создавали, как изначально это был ТикТок Дом, потом это перешло больше в продакшн. Видеопродакшн, да, мобильных видосиков. Так, 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 забыл вопрос. Нет, вот в чем отдача зрителей за пределами? А, все, я понял. Да, 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 да. Смотрите, изначально наша была цель набрать как можно больше просмотров. Но просмотры из Индонезии, просмотры из, к сожалению, Казахстана и так далее, они не приносят никакой узнаваемости и то, что не приносят никакой, да, в итоге прибыль для компании. Поэтому мы потом через где-то год мы перешли на 90% латышский контент только создаем. Русский контент практически не создаем, потому что все видео на русском языке набирают 20-30 тысяч, они вылетают уже на постсоветское пространство. Вы сами сказали, что две минуты – это вот предел, очень большой сюжет. Вот сколько обычно длятся сюжеты и насколько вообще хватает внимания среднего пользователя ТикТока, вот чтобы просмотреть видео? Ну, берем так, что одно видео, которое длится 45 секунд, в среднем по статистике досматривает 25% до конца. А почему бросают смотреть? Потому что человек хочет за самое кратчайшее время получить так можно больше информации, и он уже в первых секундах понимает, о чем идет речь. И ТикТок больше секунд разрешает перематывать видео до конца. А что собирает больше всего просмотров? Это тренды, это советы, это какие-то приколы, смешные видео? Актуалочки. Ну, что такое актуалочка? Смерть королевы – это актуалочка? Актуалочка – это, например, какая-то авария, либо какое-то чипо случилось, и ты заснял первым, у тебя даже на нулевом аккаунте будет 100 тысяч просмотров. А за счет чего? Если это нулевой аккаунт, и его никто не знает, не видит. За счет алгоритма ТикТока он дает тебе авансик, он дает тебе пару просмотров, потом они, получается, по геолокации работают, вот сначала он придаст ближайшим 100 людям, которые рядом с тобой находятся. Да. То есть получается, что… Потом люди уже, если они смотрят это видео, лайкают, комментируют, все, алгоритмы ТикТока подхватывают его, и все, и пошло в гору. То есть получается, что алгоритм ТикТока более, ну, скажем так, прогрессивный по сравнению с другими социальными платформами, то есть он дает возможность выплыть абсолютно неизвестным пользователям, но там дальше все зависит от того, сможешь ли ты в следующий раз стать таким же интересным аудиторией, да? В 99% случаев, да, в 99% случаев это единоразово. Вот ты вот выстреливаешь, и все, и потом ты что-то пытаешься делать, что-то снимаешь, но это уже не выходит. Потому что это на самом деле тяжелый труд. Раньше, когда мы только начинали, да, там можно было разными приколами смотреть, например, видео в Америке и повторять такие же видео здесь, и они будут залетать. Сейчас уже все тяжелее и тяжелее, скажем, в нем конкуренция больше становится. Как вы считаете, солидные компании должны ли в маркетинговых своих планах учитывать, что им обязательно необходим аккаунт на ТикТоке в том числе? Ну вот, опять же, мы открываем статистику на первой строчке по подписчикам в Латвии FAM3House, на втором месте AirBaltic. За счет чего Болтик набирает? Ну как-то солидная государственная компания, они же не могут позволить себе какие-то хихоньки, хиха, ну да, назовем это так. Давайте я вам расскажу так, что люди младше 25 лет, они уже больше смотрят информацию в поисковике ТикТока, нежели в поисковике Гугла. Поэтому там информация быстрее поступает. Вы в ТикТоке можете написать любое, все, что вам интересно, и это сразу уже будет в видеоформате, все, что хотите там. Елизавета II сразу актуальные самые новости. Потом, не знаю, все, что вы хотите узнать про какой-то кофе, например. Берем там про полеты какие-то, про ситуацию в мире. Там все вы узнаете. Если вы пишете в Гугле, то там будет описана статья, вам еще нужно выбрать. А в ТикТоке там сразу будет видно первое видео по самому большому количеству лайков и комментариев. Поэтому там сразу же информация будет. И она реально уже проверенная, потому что ТикТок, у него есть свои правила, и он всю такую дезинформацию максимально быстро пытается удалять. Расскажите, кстати, об этих правилах, потому что, ну опять же, у меня сохраняется, видимо, еще с ранних времен ТикТока такое отношение как к достаточно несерьезной платформе и насколько релевантна может быть информация на таких серьезных темах, как, не знаю, там те же самые авиаперелеты. ТикТок очень-очень сильно следит за правилами своими сообщества, правилами сообщества ТикТока. Он очень сильно за этим следит. Там не может появиться сигарета в кадре, не может появиться дым от сигареты в кадре. Малейшее даже, может быть, намек на какое-то падение либо на плохой исход, он сразу же будет внизу такая выскакивает, как бляшечка, и там написано, что это травмоопасное видео, ну, лучше не досматривайте до конца, либо просто-напросто его блокируют. Он очень серьезно к этому относится, плюс блокирует детей до 16 лет, если они ведут прямые эфиры. Прямые эфиры они вообще с 18 лет могут вести, но понятное дело, что дети у нас умные, прошаренные, они могут написать другое возраст при регистрации. Но, да, при просмотре прямых эфиров, когда ребенок ведет прямой эфир, то его просто-напросто аккаунт отблокует. Но вы не увидите каких-то жестких видео, даже когда бойцы дерутся, 50% видосов их просто сносят за, может быть, неправильную подачу. ТикТок не хочет воспитывать так молодежь. Что касается цензуры, насколько она сильна? Потому что, в принципе, то, что вы описываете, все эти дисклеймеры и прочее, это, с одной стороны, предупреждение, а с другой стороны, это, может быть, расценено как цензура, потому что есть определенный набор слов, которые тоже невозможно произносить. Некоторые их легко обходят, но тем не менее. Что касается политики, интимных отношений и так далее, ну, вот эти сферы как зацензурированы? Здесь, наверное, только на сегодняшний момент у них работает больше мат, все-таки там свобода слова имеется, ты можешь выражать свои мысли, просто, может быть, они не будут сильно набирать, если они не будут с общим мнением, то они не будут так много набирать просмотров. Это, может быть, один как вариант. Да, как-то так. Вы упомянули вот жесткую конкуренцию, в принципе, к чему она может привести? То есть сейчас мы видим, что все бросились, да, вот в TikTok, переизбыток информации, переизбыток видео. Кто останется на плаву? Кто выживет в этой конкурентной борьбе? Ну, смотрите, на сегодняшний момент еще можно набирать подписчиков и просмотры органически. Сегодня в TikTok нельзя делать проплаченную рекламу, как все делают сейчас в Инстаграме. В Инстаграме делаете красивую фотографию либо красивое видео, и потом ставите на платную рекламу. А в TikTok до сегодняшнего момента, и планируется в 2023 году, что будет здесь платное продвижение видео. И тогда, да, будет очень тяжело, потому что, понятное дело, что у больших компаний, таких как AirBaltic, и вот вы видите в списке из топ-20, там у компаний 15, если не ошибаюсь, очень хорошие бюджеты рекламные, и они будут, качество контента будет падать, а их просмотры будут расти. И как бы будет тяжело конкурировать именно людям, кто они из этой среды. Сколько лет еще вы даете TikTok как активной платформе? Я вообще думаю, что TikTok-трендсеттер, за ним бегут сейчас алгоритмы, за ним бегут Инстаграм, они хотят повторить эти алгоритмы именно вот так быстро, быстро, чтобы набирали видео просмотры, потому что они отправляются в мессенджеры, и мессенджеры, они уже рассылают друг другу это видео как бы друзьям очень быстро. А все-таки Инстаграм, они пересылают видео внутри Инстаграма, а здесь они используют быстро очень Телеграм, Ватсап, разные другие мессенджеры. И из этого оно гораздо быстрее информация распространяется. То есть какое-то время TikTok еще будет только развиваться, и о падении речи пока не идет? Ну, знаете, мое мнение, что либо они там, может, сольются потом, не знаю, может, их мета выкупят. Я вот тоже не понимаю, ну, там, это мои догадки какие-то, либо, либо, что-то придумают. Ну, короче, на сегодняшний момент TikTok на шаг впереди. Если кто-то из наших слушателей хочет зарегистрироваться на TikTok, стать его звездой, и начать зарабатывать деньги, ваши рекомендации, совет, из чего начать, на что обращать внимание, и к чему готовиться? Мои рекомендации такие, что он должен выбрать, выбрать поле, в котором он будет работать, что он будет делать, это либо новости будут, потому что на сегодняшний момент алгоритмы TikTok, они больше уже сосредоточены не на человеке, а больше сосредоточены на каком-то действии, на какой-то информации. Неважно, в кадре не должен быть обязательно человек, в кадре может быть любой продукт, это уже больше интересно. И видео, например, с любым популярным человеком можно набрать как с 5000 просмотров, так и с 500 тысяч просмотров. Поэтому это чуть по-другому работает, нежели алгоритмы Инстаграма, потому что видит его вот лицо, все, пролайкали его, а в TikTok чуть по-другому, здесь именно больше на какие-то эмоции рассчитано, чтобы человек получал эмоции, да. И что я могу посоветовать на сегодняшний момент, не знаю, здесь очень тяжело, потому что вот если человек даже занимается разводом пчел, он может стать аккаунтом-миллионником очень быстро, самое главное, чтобы при рассказе своем, когда он будет записывать видео на камеру, что у него должны прям, не знаю, слюни изо рта идти от своего дела, он должен кайфовать за свое дело, и тогда TikTok ему очень быстро даст просмотры и найдет свою аудиторию. Сколько нужно вложить денег, условно говоря, сколько стоит оборудование для того, чтобы человек начал записывать? Или он может записывать просто на телефон, и это тоже может пользоваться успехом? Оборудование, телефон, телефон, советую, советую, на сегодняшний момент советую, айфончик, даже вот с 11 уже можно все хорошо делать. 11 телефон, сколько там 200 евро, 300 евро в сегодняшний момент, вот ваши вложения, и вы за 200-300 евро можете стать звездой, увеличить продажи вашей компании, увеличить узнаваемость вашего бренда, посещаемость вашего магазина, все, все, что хотите, вот TikTok сегодня, бесплатная реклама, просто нужно чуть углубиться и действовать, скачать прям, и да, почувствуете разницу уже сразу, может даже перед Новым Годом уже почувствовать разницу, если у вас, например, какой-то магазин, либо у вас какой-то ресторанчик. Самое время начинать. Основатель компании FAM3, TikTok компании FAM3 Роман Ноздрин был с нами на прямой связи. Большое спасибо, успех и развитие, конечно же. Хорошего дня. Спасибо, всего доброго. Рекорд.